Добрый вечер! В прямом эфире парламентский час. Добрый вечер! С тревогой отмечают продолжающееся противостояние федеральных органов власти на фоне нарастания кризисных явлений в экономике и социальной сфере, непрекращающегося спада промышленного производства и гиперинфляции. Страна на грани социального взрыва. Прямое президентское правление, которым теперь угрожают, это разгон органов представительной власти. Уничтожение их окончательно развяжет руки преступным мафиозным элементам, коррупционерам и их зарубежным покровителям. Грядущая реанимация монетаристской экономики обернется новым ростом инфляции, цен, увеличением налогов, свертыванием предпринимательской деятельности, связанной с производством материальных ценностей. России угрожают распад государственности, потери ее целостности и независимости. Этого допустить нельзя. В обращении далее говорится. С особым чувством мы обращаемся к личному составу армии, милиции и органам государственной безопасности. Не дайте вовлечь себя в выполнении преступных замыслов, грозящих нашей стране новыми тяжелейшими испытаниями. Помните, Родина сурово осудит тех, кто выполнит антиконституционные приказы, поднимет руку на органы народовластия, на их представителей, подвергшихся беспрецедентной травле режимом супердемократов и контролируемыми ими средствами массовой информации. Безопасность и права всех тех, кто выступит в поддержку конституционного строя, будут защищены органами народовластия. Мы обращаемся к международной демократической общественности, парламентариям и депутатам местных органов власти государств мира. Поддержите парламентаризм России, обратите внимание на происходящее перерождение власти в демократический режим. Мы продолжаем информационный выпуск. Председатель Белгородского областного совета народных депутатов Бескмельницын считает, что без федеративного устройства не может быть государства российского. Известно, заявил он, что после августовского совещания в Петрозаводске пошли такие заявления, что когда будет создан Совет Федерации, можно бы упразднить и Верховный Совет, и съезд. Скажу откровенно, такие заявления очень и очень тревожат. Думаю, что благоразумие руководителей субъектов Федерации этого сделать не позволит. Председатель Томского областного совета народных депутатов Шамин в кратком интервью сказал, едва президент начал свою вступительную речь, нам стало ясно, что он хочет создать Совет Федерации под себя. Когда в зале раздался шум неодобрения, всем нам и самому президенту стало ясно, что подписание соглашения не состоится. И мое убеждение таково, Совет Федерации, в том числе в каком его замыслил президент, похоронен. Председатель Республики Хакасия Штыгашев в беседе с журналистами отметил, что в зале присутствовало 165-170 человек. Из них только 30-35 готовы были сразу поставить свои подписи. Организаторы совещания не ожидали столь осторожного подхода. По мнению народного депутата Владимира Исакова, события на прошедшей неделе явно шли по нарастающей. Президент посетил подмосковную дивизию Амсдона, срочно созвал в столицу руководителей представительной и исполнительной власти регионов, заменил менее надежных лиц в правительстве на более надежных. Прошла информация о том, что президент уже наметил дату очередных выборов – 28 ноября. И потому разгон парламента состоится в ближайшие дни. На пути Ельцина на этот раз встали представители российских регионов, которые решительно отказались осветить своими подписями очередную президентскую авантюру формирования Совета Федерации. По уточненным данным, 3 миллиона 49 тысяч человек приняли участие в коллективных акциях протеста, организованных 17 сентября на 1023 предприятиях оборонного комплекса, отраслевыми профсоюзами и региональными профцентрами, входящими в Федерацию независимых профсоюзов России. На ряде производств, в частности на радиоэлектронных предприятиях Санкт-Петербурга, приостанавливалась работа. В Краснодаре и Перми прошли многолюдные митинги. Участники митингов в Ставрополе потребовали отставки президента и правительства. На предприятиях Смоленска, Красноярска, Самары, Саратова, Челябинска, Пензы, Тамбова, Тулы, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Новгорода, Калуги, других городов прошли митинги, собрания, сбор подписей. В адрес правительства Верховного Совета были направлены письма и телеграммы, содержащие требования работников оборонки. Требования эти таковы. Выполнение закона Российской Федерации о конверсии, а также генерального и отраслевых тарифных соглашений, предусматривающих кредиты на конверсию, а не бесконтрольный развал отраслей с высочайшей технологией. Разработка государственной военной доктрины и программы вооружения для обоснованного формирования пакета госзаказов. Немедленный расчет за произведенные поставки по госзаказам. Повышение заработной платы до среднего уровня машиностроительной промышленности. Самарская область предпримет шаги к изменению своего статуса, если в ближайшее время президентам и правительствам Российской Федерации не будут созданы предпосылки к выравниванию прав территорий. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Самаре председатель местного облсовета Олег Анищик, принимавший участие в первом учредительном заседании Совета Федерации 18 сентября в Москве. А теперь видеоновости. Сегодня бюджетное финансирование развития медицинской науки составляет 27-30% от необходимого. Состояние медицины и здравоохранение в целом неудовлетворительное. Здоровье населения ухудшается. Российская Академия Медицинских Наук за три последних года не получила ни одного инвалютного рубля. Эти и другие наболевшие вопросы, высказанные президентом Российской Академии Медицинских Наук Валентин Ивановичем Покровским, стали 21 сентября темой разговора ученых-медиков с председателем Верховного Совета России Русланом Хозбулатом. Помочь в решении проблем сможет, по мнению Руслана Хозбулатова, принятие парламентариями Закона Российской Федерации о научных медицинских исследованиях. В настоящее время разработанный в Верховном Совете законопроект готовится ко второму чтению. Он сможет стать основой для разработки федеральной программы развития медицинской науки, добавил Руслан Хозбулат. Как мы уже сообщали, в минувшую субботу в парламентском центре прошло совещание депутатов Советов всех уровней, а вчера совещание Советов по бюджетным вопросам. Об этом и о других вопросах наш корреспондент поговорил с председателем Верховного Совета Мордовской ССР Бирюковым Николаем Васильевичем. Николай Васильевич, в субботу было проведено совещание представителей Совета всех уровней. Какая была необходимость проведения этого совещания? Я думаю, много комментировать здесь не следует, поскольку связь с низовыми звеньями всегда давал возможность в выработке правильной политики действий конкретных, в уже стоящих органов. А в наше тяжелое, я даже назову, что смутное время, когда ведутся прямые нападки на Советы, на советскую власть, кто, как и сами Советы, должны прежде всего сами себя защитить, а защита выражается в выработке правильной тактики поведения. А какая должна быть линия поведения у Совета? Я думаю, что прежде всего сила Совета состоит в том, чтобы провести четкий анализ состояния дел во всех отраслях народного хозяйства, социальной жизни и в углу всех проблем, которые стоят сегодня перед нашей стороной, поставить проблемы защиты населения, социальные вопросы. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, согласны ли вы с оценкой средств массовой информации данные по поводу выступления Руслана Хасбулатова? Ни в какой степени. Почему? Ни в какой степени согласны с оценкой данной по радио. Вчера я, кстати, слышал по Маяку. Были резко высказаны в адрес представителя Верховного Совета. Дело в том, что обстановка действительно чрезвычайно сложная в целом нашем государстве. Для тех, кто не знаком близко реальной жизни, скажу, что чрезвычайно сложная на местах, особенно в сельской местности, да не только в сельской местности. Поэтому наряду с всеобщим развалом нашей экономики, государственности идет неприкрытое обнищание населения. Так кто, как не председатель Верховного Совета, кто, как не Верховный Совет, должен конкретно высказаться по ситуации и потребовать от всех структур и власти управления, в том числе и от самих Советов, навести порядок. Поэтому мне непонятно, почему так среагировали отдельно средства массовой информации на выступление представителя Верховного Совета Руслана Вранча Хасбулатова, когда он прямо сказал народу всю правду. И за правду, я считаю, надо поддерживать, а не критиковать. Ну я, так сказать, с этой точки зрения согласна. Может быть, из нашего дальнейшего разговора будет понятно, почему такая была сделана оценка. Сейчас проходит совещание с представителями Советов по бюджетной системе. Вот меня интересует несколько вопросов, что в настоящее время бюджетные отношения между центром и регионами усложнились. Усложнились просто катастрофически. Вот в чём вы видите это усложнение? Есть ли стратегия развития? Регионы практически не могут планировать ничего на завтра. Они парализованы. Ну я считаю, сегодняшнее совещание, проводимое по инициативе Верховного Совета, это также вызвано необходимостью. Я присутствовал в этом совещании. Выступил Руслан Иванович Хасбулатов глубоким. Я считаю, выступление его было представителем Совета Республики Соколова. Выступление или доклад, как мы его назвали, достаточно глубоким был. Поэтому то, что нет стратегии формирования бюджета, как вы заметили, я думаю, нет необходимости немного подтверждать и доказывать, поскольку два года практически страна живёт без бюджета. И представьте, что если сейчас нужно было бы думать уже о 95-м годе, страна не имеет полного, чёткого бюджета на текущий год. Поэтому отношения... А в чём вы видите причину этого? Ну я прежде всего скажу, что за эти два года отношения в сфере бюджета между центром и регионом не только упростились, не только проблемы были сняты, но и осложнились, и сами проблемы усилились. Но прежде всего представьте, что 72% формирования бюджета падает на федеративный орган. И сами регионы только в пределах 30% могут распоряжаться своими средствами. Это раз. Во-вторых, мы сегодня находимся в тяжелейшем положении и не можем свести концы с концами в плане покрытий, что ли, расходной части. Ну, бюджетных отрастей прежде всего. И в это время идёт перечисление средств в федеральный бюджет. И подачки мы оттуда получаем от чиновников. Мы понимаем и себя называем чиновниками. Но когда бюджет плохо сформирован, и плюс к тому, еще никто его не регулирует. Это одна проблема, одна задача перед нами стоит, чтобы всё-таки сформировать бюджет, государственный бюджет, в том числе региональный бюджет. Ну и, с другой стороны, нет ценообразования. Нет правил игры при формировании бюджета. Хорошо, скажите мне тогда вот так. Насколько составление бюджета соответствует часто провозглашённую правительством принципам выравнивания условий хозяйствования регионов? То есть, получается, на словах одно, а на деле реализуется совершенно иное. Нет, ну вы сами ответили. Это тоже только на словах, так же, как решение многих вопросов социального порядка. А вы мне конкретно покажите, докажите мне это. По вашему региону. Доказать это не так сложно. Наш регион находится в числе многих областей, республик, которые получают дотации. Ну в таком случае вы, да, ну совершенно в таком случае вообще не имеете права не выступать, ничего говорить. Нисколько я не согласен с вами. И вообще сидите тихо. Нисколько не согласен с вами. Если Россию хотят превратить в сырьевой предаток Запада, Америки, тогда действительно нам, не сырьевым регионам, как вы сказали, надо сидеть и молчать. Но мы считаем, что всё-таки имеем сегодня развитую индустрию в республике. И республика нужна в целом для государства. Промышленность наша имеет высокую конкурентоспособность. Если мы ставим задачу перед государством, перед регионами, чтобы развивать Россию не по пути сырьевого предатка, а по пути развития научно-технического прогресса, тогда республика имеет достойное место в общей экономической системе государства. Это одно. И второе. Я думаю, что неправильное мнение складывается и у вас, как вы мне сказали, что молчите, коль вы дотационная. Но я это, конечно, сказала, чтобы немножко вывести вас на разговор. А я понимаю, что... В принципе, это неверно. Сложное положение. Мы должны продавать свою продукцию по той цене, по которой она нам обходится. Представьте, что около 70% светотехнической продукции производится в нашей республике. И это не просто эта лампочка, которая поставляется получателям от нас региона. При производстве мы заражаем и экологию. И наше население сегодня, скажу, что испытывает трудности и последствия от ртути производства светотехнической промышленности, которая богата. И если говорить о том, что эта продукция не нужна России, тогда вы правильно ставите вопрос, вы молчите и никаких проблем не ставьте перед центром. Но мы знаем, что нет единого ценообразования, нет правильной ценовой политики. И в этой ситуации, конечно, мы можем и диктовать российскому правительству, прежде всего, и потребовать от него, чтобы правильную политику цен сформировать. Тогда не будут дотационные области региона в целом. Насколько нам известно, Верховный Совет принял решение о нецелесообразности организации нового Совета Федерации. Почему, с Вашей точки зрения? Не Верховный Совет, а Президиум Верховного Совета нашей республики принял постановление, где сказано, что нецелесообразно создавать новое формирование в виде Совета Федерации, Российской Федерации в целом. Почему? Потому что Совет Федерации действовал, он был создан ранее, в 1991 году. Поэтому есть необходимость в какой-то степени модернизировать. И отдельные положения, которые были направлены нам, администрация президента, в соглашении по Совету Федерации, просто были неприемлемы. Поэтому наш президент Верховного Совета принял, я считаю, что правильное решение, в принципе, не отвергая саму идею о Совете Федерации, потому что в этот сложный период надо и совещаться, и советоваться, и принимать конкретные решения в социально-экономической жизни нашей страны. Но кто мешает президенту страны, представителю Верховного Совета, собирать представителей Советов, глав администрации для Совета, если говорить для Совета, неужели нужно еще дополнительно создавать какой-то орган, узаканивать его? То есть вы считаете, что не оправдан САЗФ этого совещания? Ну, в том виде, в каком совещании было проведено в субботу в Кремле, под представительством президента Российской Федерации, считаю, что недостаточно оправданно. Во-первых, документы были неподготовлены, многие участники Совета были просто не ознакомлены документами, и с какой целью мы были собраны, нам тоже было непонятно. То есть сейчас после совещания практически конкретно вы оттуда ничего не вынесли? Ну, вынесли конкретно то, что, во-первых, сам Совет как совещательный орган нужен Российской Федерации, мы его поддержали, но как совещательный орган. Только как совещательный? Только как совещательный. Ну, и, наверное, надо, в общем-то, прийти к такому выводу, что сколько же можно нашим людям содержать чиновников, наверное, надо прекратить такую практику, которая сейчас проводится. И вот то, что вы ответили, что, может быть, САЗФ, он и не был оправдан в той мере, в какой он был приведен, как раз и подтверждает эту линию. Что бы вы хотели добавить в выступление по экономическому совещанию, непосредственно касаемо вашего региона, вашей республики? Вот то, что вы сказали, неоправданное совещание, я думаю, что нам надо глубже сейчас посмотреть, насколько неоправданы многие структуры власти и управления. Вы посмотрите, как грибы растут и в Москве, и на местах различные структуры управления. Поэтому, если говорить... А как вы думаете, причина в этом какая? Если говорить о том, чтобы каждый должен думать о государстве, так, прежде всего, надо начать с самого себя. Причин для этого много. Создаются новые и новые органы управления, власти, всем нужны кабинеты, всем нужны средства, всем нужны условия. А что вы реально можете предложить? Я считаю, что на данном этапе сесть на месте учеными, правительству, прежде всего, и провести четкий анализ по всем органам управления и власти. Излишней структуры надо ликвидировать. И мы в своей республике приняли постановление, начиненное 1994 года, сократить где-то 10-15% органов управления и власти, имеется в виду, на их содержание средства. Благодарю вас, спасибо за беседу. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях в студии Владимир Агеевич Тихонов, член комиссии по экономической реформе Верховного Совета Российской Федерации. Владимир Агеевич, ну, сейчас от экономики никуда не деться. Так или иначе, в той или иной форме мы всякий раз возвращаемся именно к экономическим проблемам. Ну, вот вы член комиссии по экономической реформе. Можем ли мы сегодня говорить о том, что у нас есть такая реформа, которая способна поставить, создать, поставить нашу экономику на ноги, сделать ее эффективной и обеспечить развитие России? Ну, то есть, вы предлагаете мне дать оценку проводимому реформам, проводимому экономическому курсу, проводимой экономической политике. Для начала, да, дать оценку. Да, на месяц, может быть, полевые точки, проблемы, а потом мы подойдем, видимо, к путям выхода. Да, ну, давайте посмотрим. К вашему видению, да. Да, давайте посмотрим. Ну, прежде всего, уважаемые телезрители, какие проблемы, нужно ответить, стали перед нашим обществом? То есть, могли ли мы обеспечить свое дальнейшее развитие на путях той централизованной распределительной системы, которая существовала у нас 75 лет? Есть ли и действительно ли, значит, необходима ее замена? Ну, практика показала, и не только наша, что та система была противоестественная, распределительная система, централизованная система. И действительно, ни один народ на базе той системы не мог и не смог обеспечить свое развитие. Ни россияне, ни советский народ, ни немцы восточные, хотя вот, ни китайцы, ни вьетнамцы, ни болгары, ни чехи. И абсолютно ни один народ. То есть, сама практика доказала несостоятельность, противоестественность этой системы. И, естественно, перед нашим обществом стоит задача создать новую экономическую систему, которая способна обеспечить наше развитие, благосостояние, наши интересы и развитие России. Вот, поэтому, ясно абсолютно, перед нами стоит незадача не реформ, как таковых. Это обман. Реформа – это совершенствование действующей системы. Ну, это общепринятое понятие. А перед нами стоит задача создания новой экономической и общественной системы. Почему же наши руководители, наши правители все-таки говорят о реформах? Потому что они не хотят раскрыть народу глаза на то, а что все-таки они создают. Какую систему они сегодня своими реформами, так называемыми, закладывают в основу развития нашего общества. Экономика – это основа, это базис. И мы поэтому возвращаемся к этому вопросу постоянно. Обсуждаем ли вопросы науки, образования, все равно к этой вопросу. Или медицины. Любой вопрос культуры – это вопрос, прежде всего, экономической эффективности и деятельности общества. Поэтому для меня, и для многих из нас депутатов, ясно, что идет не реформа, а идет создание четко, однозначно капиталистической системы, капиталистической формации. И именно поэтому осуществляется четко, ясно, целенаправленно та политика, которая сегодня проводится. Это политика либерализации цен, политика приватизации, ну и все другое, что связано. Это не заблуждение, это не ошибки Ельцина, Гайдара, Чубайса, ну всех тех, кто сегодня президентских структур. Это четко, ясно, осознанная политика перестройки нашей экономики на капиталистические рельсы. Владимир Владимирович, а что Вы предлагаете? Вы говорите, что в 75 лет та система распределительная, которая у нас существовала, она не оправдала себя. Ни одна из стран не смогла, так сказать, работать по этой системе, работать и жить. Ну хорошо, сейчас идет капитализация. Какой есть третий путь общественно-экономической формации, системы, как хотите. Нина Владимировна, мы прежде всего должны ответить на вопрос, прежде чем на тот Ваш ответ. А способна ли сегодня капиталистическая система обеспечить развитие нашего общества? Если способна, вопросов нет. Необходимо ее внедрять. Мы же видим, что определенное количество стран, ну, Западная Европа, США, Канада, ряд других стран, обеспечили очень высокий уровень своего развития. Вот, допустим, Николай Ильич Стравкин четко говорит, ясно, ну, чего изобретать велосипед, чего думать, какой нам создать общественную систему, какой-то третий путь. Нечего изобретать велосипед. Вот там есть, вот давайте то и внедрять. Вот мы и внедряем то, что сегодня. Так мы должны, может быть, действительно, ну, год, два, ну, десять лет помучаемся, народ наш все вытерпит, он все терпит. Вот потерпит народ, уничтожена будет наука, образование, ну, каким-то чудом мы все-таки, ну, создадим эту капиталистическую систему, так вот, обеспечит ли она развитие? Понимаете, в чем дело? Ведь нет множества путей развития. Ведь капиталистический путь – это естественный путь развития. Но, как каждый путь, он приходящий. То есть, он пришел на смену феодальному обществу, естественный, абсолютно. Нельзя его ругать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он приходящий, следовательно. Он точно так же, как мы с вами, проходит стадию юности, зрелости, да, потом уже поумнели, и пора собираться. Да, Владимир Владимирович, так все-таки, может быть, применена ли вот эта капиталистическая система в нашей стране? Значит, совершенно верно. Вопрос вполне закономерен. То есть, оправданы ли наши те сегодняшние страдания, завтрашние страдания, муки наши? Ради чего мы терпим это все? Действительно. То есть, обеспечит ли она наше развитие? Значит, у нас, поскольку у нас действительно заидеологизированная пресса, заидеологизированная пресса, у нас действительно правда об этом. То есть объективные исследования не проводятся и не обсуждаются проблемы развития. Мы опять, пусть меня простят коммунисты и другие, как большевики, готовы замордовать собственный народ, но не обсуждаем проблемы нашего развития. Вот материалы Международной конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию. Эта конференция состоялась в июне в Рио-де-Жанейро 1992 года, в прошлом году, год назад. Во главе, в составе глав правительств и государств капиталистических стран. Именно. Работали эксперты, огромные комиссии, исследователи, научный потенциал всего мира был привлечен. И они пришли к выводу, что на тех путях, которые сегодня обеспечили развитие от 20-30 этих стран, дальнейшее развитие человеческой цивилизации невозможно. Невозможно. Они пришли к этому выводу. И действительно, ведь 96% развивающихся стран, разрыв между развитыми и не сокращается, увеличивается. То есть только 4% стран догоняют развивающиеся, а остальные все больше и больше отстают. Все больше и больше отстают. Ну, достаточно сказать. 16 миллионов детей ежегодно от голода умирают в мире. Это хорошо. То есть, посмотрите, каждые 3 года мировая война. Вторая мировая война. Ну, я не говорю, 800 миллионов голодающих и прочее, прочее. То есть, мир уже пришел к необходимости поиска иных путей развития. Но не только эти материалы конференции ООН говорят об этом. Вот у меня исследование экономики капиталистических стран, проведенной за 40 лет. Причем нашими докторами экономических наук. Шейнисом Виктором Леонидовичем, нашим депутатом. И Болотиным. Вот это чудная книга. Причем сами ее создатели не оценили ее огромнейшие значения вообще и для нашего, в том числе и для России. Динамика развития исследований четко ясно говорит. Во всех странах, в США, в Японии, в западных, в развивающихся абсолютно из года в год последние 30 лет темпы выпуска валой внутренней продукции, производительности труда из года в год падают. И уже приближаются к нулю. То есть, эта динамика четко ясно говорит. На базе наемного труда, положенного в основу капиталистического общества, невозможно обеспечить свое развитие. Поэтому для меня абсолютно ясно. Капиталистические отношения были естественные 18-го, 19-го, первой половины 20-го века. Но они сегодня на пороге 21-го века уже, то есть наемный труд, совершенно верно, исчерпал себя наемный труд. Поэтому положить в основу 19-й век и пытаться выйти на 21-й век, то есть с помощью отношений прошлого, выйти на современный уровень абсолютно невозможно. Это чистейший авантюризм. Это чистейший авантюризм. И, кстати, именно поэтому, что это авантюрная политика, ведь и у Горбачева ничего не получилось с перестройкой. Потому что он не понимает, и его команда не понимала проблемы развития нашего общества. И у Ельцина с его командами многочисто. Ничего не получается и не получится. Владимир Владимирович, давайте мы ненадолго прервемся, посмотрим следующий репортаж нашего корреспондента, где также идет речь о проблемах экономики, о будущем российской промышленности. И во всем этом звучит тревога за ее будущее. А затем продолжим разговор. Давайте посмотрим. На днях подмосковный концерн «Подольск» с знаменитой швейными машинками открыл свои двери для иностранных журналистов. Гостей, а поездка была организована Верховным Советом по просьбе Ассоциации иностранных корреспондентов, аккредитованных Москве, приветствовали председатель Совета Республики Вениамин Соколов и команду управленцев концерна во главе с его президентом 40-летним Григорием Комаренко. На фоне общего обвала промышленного производства в минувшем году подольские машиностроители изготовили 1,6 миллиона бытовых и 48 тысяч промышленных швейных машин, соответственно на 6,5 и 2,5 процента больше, чем годом ранее. У предприятия две точки отсчета. Далекий 1900 год, когда компания «Зингер» основала завод по выпуску швейных машин, и декабрь 1991 года – оформление нового концерна в акционерное общество закрытого типа. Из 21 тысячи работников 18 тысяч 600 рискнули стать акционерами, внесли в уставной фонд свои сбережения. Они не прогадали. Это объединение демонстрирует тот грамотный, цивилизованный подход преобразования государственного предприятия в частное предприятие, в котором никто не теряет, а все выигрывают. То есть это преобразование идет, прежде всего, основываясь на наших традициях российских, на наших возможностях, на нашем характере, с использованием гигантского потенциала, который наша страна располагает. Здесь не сырьевое предприятие, здесь машиностроительное, современное машиностроительное предприятие. Руководит им молодой президент, прошедший все ступеньки производства. Помимо дипломов Ленинградского политехнического института и высшей коммерческой школы, он имеет и третий – университет в Мангейме, Германия. Опыт концерна «Подольск» по созданию новых структур, их внешнеэкономической деятельности – тема кандидатской диссертации Григория Комаренко. Директорский корпус, который еще недавно называли «ругательно-красным», на самом деле остается реальной созидательной силой. Опорой России как промышленной державы. Это так? Я думаю, так, конечно, потому что среди директоров мало было случайных людей. Но прежде всего это, как правило, крупные специалисты, а кроме того и организаторы. А в-третьих, это и люди, которые всегда, особенно в оборонном комплексе, председовали все отечественные интересы. И, конечно, эти люди, потому что они всегда были творческими людьми, потому что те задачи, которые им приходилось решать и в тех условиях, они всегда были в любом случае творческими задачами. Новый вид вооружения, новый вид техники, новый вид какого-то оборудования. То есть это всегда заставляло мысль работать. И, собственно, вот и сейчас, видите, мы на заводе, где именно эти люди фактически, ну, организовали принципиально на новых условиях. И производство, и, видите, это фактически уже частное предприятие. Не разговоры о какой-то всеобщей массе, приватизации, не все это болтовня и прочее, а действительно реальное дело. Я вижу, вы очень ловко управляетесь со своей работой. Вопрос можно задать? Можно. Заработная плата соответствует ловкости того, что вы делаете? Как вы считаете? Ну, по нашим ценам тогда не приходится. Ну, сколько вы примерно получаете, если не секрет? Ну, 200 тысяч. Средняя зарплата на концерне, по словам его президента, колеблется в зависимости от квалификации от 70 до 400 тысяч. Я смотрю, рабочие не рубщи, а наоборот, как-то довольны. Я не сказал бы, что они довольны. Это просто русский характер. Они не хотят показать, что они чем-то задавлены или чем-то, ну, какая-то тревога. Есть от чего тревожиться. Это объединение сейчас испытывает огромные трудности. Вот в силу той экономической ситуации, в которой мы оказались в результате безумно-бездумно проводимой либерализации, которая была начата в прошлом году. Вот сейчас мы пожинаем платы этой политики, когда практически предприятие, независимое от формы собственности, оказывается в сверхэтическом состоянии. Нас спасет сегодня правительство, которое обратит внимание на производство. Я напоминаю, что у нас в студии Владимир Рогеевич Тихонов, член комиссии Верховного Совета по экономической реформе. Владимир Рогеевич, на чем мы с вами остановились, что централизованная система распределения, при которой мы жили 75 лет, так сказать, себя не оправдала, как вы говорите. Если капиталистический путь развития себя исчерпал, что вы видите, так сказать, в дальнейшем? Какой путь выхода, какую форму общественно-экономического устройства? Вопрос вполне закономерный, естественный. Если не то, не это. А что же? Ведь сейчас все готовы критиковать. Да, и критиковать – это самое популярное дело. А ответ – что? Какая система? Что делать? Да, что делать лежит в понимании того, почему капиталистическая система, то есть система основана на наемном труде, почему она стала уже тормозом, то есть исчерпала себя, почему наша человеческая цивилизация не может обеспечить. Как только мы осмыслим это, найдем там ответ, мы найдем ответ, а что? Какая экономическая система, какая общественная система должна быть сегодня соответствовать, то есть достигнутому уровню развития цивилизации. Но ваша комиссия нашла этот ответ? Ну, вы прекрасно понимаете, что наша комиссия – не научный центр, это первое. И второе, она же только-только создалась. У нас же был комитет по экономической реформе во главе с Сергеем Николаевичем Красавченко, который абсолютно не допускал мысли, что то, что делается – это что-то не то. То есть он верой и правдой служил президентской команде Бориса Николаевича Ельцина, Гайдару и прочее. Поэтому никакого обсуждения в нашей комиссии, не только в нашем комитете, и в Верховном Совете практически нашим же комитетам не допускалось действительно такого обсуждения вопроса. Вот смотрите, в Японии пришло новое правительство, у них не стоит задача смены общественной системы, а стоит задача совершенствования системы. Так и то парламент неделю обсуждал эти вопросы, депутаты обсуждали. А мы готовы опять разрушать, но не обсуждать. Так я к чему? В чем же откроется причина утраты своей созидательной начала в наемном труде? Почему? А действительно, мы же не заметили, что стало определять сегодняшнее развитие нашего общества человеческой цивилизации. Не ломайте лопата, а труд ученого, труд инженера, труд конструктора, труд исследователя. И труд рабочего совершенно другой стал. Химически, физически, другие процессы. Видимо, этим объясняется, что именно ученым, врачам, тем, кого вы назвали, кто определяет сегодня нашу жизнь, платят так мало, они уезжают за границу, мигрируют, уезжают просто по контрактам. Но это, кстати сказать, то, что труд у нас ученых и специалистов не ценился, это остатки той нашей распределительной системы. Им действительно ничего не доставалось. Вы считаете, что тогда труд ученых не ценился? Безусловно. И не только труд ученых, труд всех специалистов, в том числе учителей, врачей, работников, культуры. Но мы все прекрасно понимаем, что не ценился нищенская была заработная плата. Что об этом говорить? Давайте не будем на то, что было. Давайте что будет. Мне кажется, что мы очень углубляемся в практику капиталистического способа. А я бы хотела, чтобы наши телезрители все-таки услышали конкретные, может быть, пути предложения выхода из сегодняшней ситуации. Из этого как раз вытекает четкий конкретный пути выхода. Значит, поскольку определять развитие цивилизации стал труд творческий, именно труд интеллектуальный, труд ответственный, поэтому он требует новых отношений к собственности. Что он требует? Он требует, чтобы каждый работник был собственником результатов своей труда. Кто работает? Те производители. Чтобы и они были собственниками результатов своей продукции. То есть трудовой коллектив, собственник своей продукции, научно-исследователь. А научно-исследователь, конкретных примеров, кстати, у нас очень много этих конкретных примеров. И не только у нас. По инициативе президента Рейгана осуществляется уже 20 с лишним лет программа ИСОП. То есть работники становятся собственниками коллектива. Нет, вы знаете, вот каждый сейчас телезритель, сидящий у крана, хочет узнать, вот шахтер, какой собственностью он станет владеть. Ученый, что ему, так сказать, перепишут в собственность? Что будет у меня в собственности? Что будет у вас? Вот давайте вот конкретно, хотя бы на наших примерах рассмотрим это. Я хочу, не на примерах, я хочу вам сказать, что, чтобы работники, вот крестьяне, почему мы о крестьяне-фермере говорим? Это же собственник-работник. Поэтому она отдает весь себя труду, результатам своего труда. Действительно, работает, не считая со временем, всю свою энергию, весь свой потенциал отдает именно своему результатам своего труда. Да и мы точно так же должны провести фермеризацию труда во всех производственных и связанных с ним сферах. То есть сделать работников собственниками своих результатов труда. Это требует иной приватизации. Это требует приватизации труда, приватизации деятельности. А что вот конкретно для этого нужно? Вот вы задали вопрос, теперь я отвечу. Какие отношения собственности должны обеспечить собственность работников на результаты труда? То есть мы в основу нашего развития, в основу общества, ведь общество основывается только на труде. Только труд служит основой развития и богатства. Да какой мы труд заложим? Вот время требует сегодня, 21 век требует, чтобы в основу развития общества мы вложили труд собственника-работника. То есть работник, он в то же время и собственник, результаты своего труда. Тогда мы действительно обеспечим свое развитие. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно прекратить вот это дикое ограбление народа, что сегодня под видом народной приватизации делается. Это его учеризация. Это ведет, идет практически бесплатная передача, созданного столетиями трудом народа, бесплатно в руки коррумпированных, мафиозных, номенклатурных прежних и новых структур. Почему бесплатно? С помощью либерализации цен у нас изымают деньги, наши с вами заработаемые средства. И на эти средства, спекулянты, эти мафиозные и прочие теневые структуры скупает наше же предприятие. Владимир Владимирович, какую приватизацию предлагаете вы? Совершенно верно. Что нужно, чтобы действительно у нас была эффективная экономика? Нужно передать предприятия, научно-исследовательские институты, совхозы и многое-многое другое, конструкторские бюро. Все производственные комплексы, включая оборонные, трудовым коллективам в полное хозяйственное ведение или в аренду. Не продавать им. Если хотят, пусть покупают. Хотя бы я ограничил. Почему? Они же цены вздует, за счет нас же опять выкупят. Сегодня так и этот процесс идет. Я бы передал им фабрики, заводы, институты научно-исследовательские, проектные, прудеи, всем в полное хозяйственное ведение или в аренду. Они в этом случае вынуждены покупать сырье, материалы, производить продукцию и продавать на рынке. На рынке продавать. Это первое. То есть в основу нашего общества мы должны заложить свободный труд собственников-работников. Они должны быть хозяевами экономики. Работать на рынок. Работать на рынок. Это первое. Что необходимо сделать. То есть совершенно иная приватизация. Не ограбление народа. Ведь у нас действительно, мы даже не понимаем, у нас же спекулятивные структуры никогда не станут деловыми. У нас и делового мира-то нет. У нас делового мира-то трудовые коллективы, научные исследователи. Вот кому надо, кого делать хозяевами страны. Это первое. То есть приватизация совершенно в новом управлении. То есть дать приоритет трудовому коллективу. Хочет он в аренду, хочет полный хозяйственный ведение, хочет выкупит. Это первое. Второе. Ясно, что пока нет конкуренции производителей, нужно жесткий контроль со стороны общества, со стороны государства за ценами. То есть прекратить эту либерализацию цен. Пока нет. Потому что не действует саморегулирование. Саморегулирование действует только когда есть конкуренция. У нас конкуренции сегодня нет. Ясно, что в этом случае общество должно регулировать. Иначе у нас все производители, они и так и действительно делают, сдувают цены и все социальные сферы и прочее, прочее, все, в принципе, ограбливается. Дальше. Кроме контроля цен, ясно, что нужно восстановить управляемость в народном хозяйстве. Потому что экономическая система любая сложная и прочее. Что? Смотрите, банковская система абсолютно же не соответствует современному, реальному состоянию экономики. И поэтому у нас задержки. Два-три месяца коммерческие структуры крутят. Банковскую систему нужно по-иному делать. Кредитную систему по-другому нужно делать. Управление совершенно по-другому нужно строить. Не восстанавливать централизованную систему, это дикость будет. А по-другому. Управлением ведь можно разными способами делать. Поэтому, вот с учетом этого, я что должен сказать? Нет множества путей развития. Путь, вот наш, единственный. Работники должны быть собственниками результатов своего товара. Да, Вадим Ильич, и все-таки я думаю, что не только я, но и наши телезрители, во всяком случае, не все, не поняли. Собственниками это понятно. Что конкретно каждый будет иметь от этой собственности? Вот я перечислила несколько категорий. Врач, шахтер, учитель. Что имеет фермер? Журналист, ученый. Что имеет фермер от своих результатов труда? Как поработает такого у него доход? Нет, вот вы можете мне сказать, что будет иметь шахтер? Какой собственностью он будет обладать? Что будет обладать какой собственностью журналист, учитель? Они будут обладать. Я понимаю, что фермер будет пожелать свои. Они, я конечно скажу, они будут обладать собственностью на продукцию, произведенную ими, на результаты своего труда. На результаты своего труда. Вот что они будут иметь. Что они будут иметь. То есть в основу общества мы закладываем труд собственников, тех, кто действительно работает. Что фермер имеет? То есть кто как работает, хорошо работает, будешь больше получать, плохо работаешь, будешь плохо получать, или обанкротишься, вылетишь. Спасибо, Владимир Рогеевич. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в студии был Владимир Рогеевич Тихонов, член комиссии Верховного Совета Российской Федерации по экономической реформе. Спасибо за то, что вы пришли к нам в гости, а мы продолжаем нашу программу. Сегодня в 17.30 в Доме Советов под председательством Руслана Хасбулатова состоялось экстренное заседание Президиума Верховного Совета Российское утверждение. Стала напряженная ситуация, сложившаяся во взаимоотношениях исполнительной и законодательной ветвей власти. По словам Хасбулатова, в Москве в ночь с 19 на 20 сентября имели место несанкционированные передвижения крупных групп внутренних войск, что не было аргументированно объяснено руководством Министерства внутренних дел. Председатель Верховного Совета Российской Федерации высказал опасение в том, что кто-то может прибегнуть к силовым действиям, блокировать деятельность Верховного Совета и местных органов представительной власти. Возможность введения прямого президентского правления имеет под собой основание, сказал заместитель председателя Верховного Совета Российской Федерации Юрий Воронин. «Мы все должны знать», — добавил он, — «что антиконституционное выступление возможно, и наша прямая задача — сохранить конституционный строй». На предложение депутата Иона Андронова форсировать ситуацию и предпринять некоторые действия Руслан Хасбулатов сказал. «И никакого, ни запретой не позволяет отступить от Конституции. Ни сами нарушают Конституцию, ни позволяют нарушать Конституцию другим. Вот о чем идет речь. Поэтому попытки вот здесь в чем-то облиг, они направлены на то, чтобы, так сказать, способствовать нарушению Конституции, выявленных вот такого рода объявлений, в том числе против председателя Верховного Совета. Мы на эту выдачу не должны поддаваться, должны действовать в рамках Конституции. Поэтому, пожалуйста, надо позаботиться о том, чтобы вы имели контакты с депутатами со всеми, с избирательными участками и с нашим активом, помогающим нам. Достаточно серьезным, массовым опором так бы действовать. Люди относятся к нам как раз совсем не так, как бы хотелось бы. Вот, собственно, для такой информации у вас, у вас есть. Наверное, тогда достаточно. Хорошо. Будем спокойно и выдержать. 20 сентября в Белграде началось второе заседание Оргкомитета Восточно-христианской мирной конференции, конференции духовно близких народов. Заседание открыл народный депутат России, председатель Оргкомитета Олег Румянцев. Эта неправительственная международная организация была создана по инициативе ряда российских общественных деятелей Олега Румянцева, Вячеслава Полосина, Евгения Амбарцумова и других в мае этого года. Планируется принять уставные принципы организации, утвердить окончательно декларацию о сотрудничестве восточно-христианских народов, определить время и место проведения первого форума конференции, а также обсудить мирные инициативы по урегулированию конфликтов, которые бушуют в пост-византийском регионе. Конференция народов Кавказа выразила протест по поводу предательства правительственными структурами России и интересов народов Абхазии и всего Северного Кавказа. В обращении Конгресса, подписанным ее президентом Юрием Шанибовым, в адрес президента России, председателя и депутатов парламента Российской Федерации, отмечается, что Россия, выступающая гарантом Сочинского соглашения о прекращении огня и не выполнившая свои обязательства, встала на сторону агрессора Грузии. Результатом этого указывается в документе стали экономические санкции, из-за которых Абхазия оказалась в блокаде, ее народ лишен своего права на жизнь и свободу. Конгресс надеется, что руководство Российской Федерации обеспечит неукоснительное выполнение Сочинского соглашения грузинской стороной и добьется мирного урегулирования в Абхазии. Вчера в городе Нальчике начался, простите, бессрочный митинг, организованный с полкомом Конгресса Кабардинского народа и национальным кабардинским движением АДГ Хассе с требованием к России снять блокаду Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Абхазии в Москве, проинформировав, что митингующие обратились ко всем народам Советского Кавказа поддержать их требования к России. На митинге продолжается запись добровольцев в Абхазию. С обращением к депутатам грузинского парламента о необходимости вступления Грузии в СНГ выступил вчера спикер парламента Вахтанг Гагуадзе. Это обращение он аргументировал крайне тяжелым экономическим и социальным положением Грузии. «Мы идем по пути независимого самоуничтожения, а не по пути независимого развития», подчеркнул он. Он считает также, что проводимая в последнее время Грузии политика ориентации на Запад не имеет практические перспективы, так как вся экономическая и финансовая помощь со стороны западных стран строится только на авторитете Шеварнадзе. В своем обращении спикер счел необходимым подчеркнуть, что Шеварнадзе уже неоднократно негативно высказывался по отношению к этой идее. Избежать катастрофы можно лишь заключением экономического союза Украины с входящими в содружество независимыми государствами. Таково главное содержание обращений в адрес Верховного Совета, Президента и Кабинета Министров Республики, принятого участниками состоявшегося здесь совещания руководителей местных советов, Совета руководителей промышленных предприятий города, а также областной ассоциации промышленников. В обращении отмечено, что угроза утратить государственность исходит не от экономической кооперации и интеграции, а как раз напротив, от замкнутости Украины. Нам только что поступила телеграмма от Комитета женщин Абхазии и Союза женщин Абхазии из города Гудаута. Телеграмма обращена всем женским организациям России, всем женщинам России. Более 400 дней часть Республики Абхазия остается в руках грузинских оккупантов. Стремление нашего народа освободить свою родину, свою столицу Сухум встречено в штыке МИДом России, и ООН в угоду Шеварнадзе. Объявленная Россией экономическая блокада задушит голодом и холодом многонациональный народ Абхазии. Десятки тысяч беженцев, вывезенных из блокадного города от Кварчел, согнанных из оккупированной части Абхазии в Гудауту, Гагру, Пицунду, вновь оказались в блокаде. Вот уже несколько дней из-за отсутствия света голодают дети, старики, женщины. Мы обращаемся к вам, женщины России. Подайте свой голос в защиту и поддержку освободительной борьбы народа Абхазии. Помогите снять экономическую блокаду, если санкции не прекратятся, беженцы будут прорываться через границу и требовать убежище в Российской Федерации. Мы продолжаем информационный выпуск. 18-19 сентября 1993 года в городе Герои Минске состоялся второй съезд Союза офицеров Республики Беларусь, на котором присутствовали представители всех республик Советского Союза. На съезде была принята программа и внесены изменения в устав. По многочисленным предложениям присутствующих было принято решение об изменении статуса съезда из республиканского во всесоюзный и создании Союза офицеров СССР. Обсудив все вопросы, связанные с программой и уставом, был создан Оргкомитет по подготовке второго этапа съезда, который состоится 23 октября 1993 года, где будут избраны руководящие органы Союза офицеров и приняты программные документы. Сегодня назрела пора нам, всем народам, объединиться. И 20 сентября состоится Конгресс народов Союза СССР Хасбулат Абханович Цельевич. И он вчера же послал письмо в Конституционный суд о быстрейшем просмотрении ходатайства нашего более подписанного более 80 депутатов о денонсиации Абхановичского договора. Ну вот, мы только что посмотрели репортаж о съезде Союза офицеров в Минске, который проходил под флагом Всесоюзного. А продолжить эту тему мы попросили у нас в студии председателя Союза офицеров Станислава Терехова и представителя Союза офицеров из Белоруссии, заслуженного военного летчика СССР, генерал-майора Баранкевича Анатолия Игнатьевича. Станислав Николаевич, Вы были председателем Оргкомитета съезда офицеров Белоруссии. В чем необходимость и каковы причины созыва этого съезда? Необходимость возникла потому, что созрели экономические, военно-политические и социально-психологические предпосылки к воссозданию страны. Естественно, процесс должен быть начат от регионов, процесс должен начат от тех групп населения, слоев, которые стремятся больше всему к этому объединению. Военное – это та часть, которая обеспечивает безопасность, национальную безопасность государства. Мы поняли, без единых вооруженных сил ни одна республика не способна будет себя защитить. Поэтому создание единой всесоюзной офицерской организации, что впервые в истории, и предопределило ее проведение, этого съезда. Анатолий Игнатьевич, вот Вы, как представитель Белоруссии, сам живете в Минске. Почему этот съезд проходил в Минске? Это имеет свой смысл. Ведь именно там, на белорусской земле, свершился этот кощунственный акт по разрушению нашего Советского Союза. Мы посчитали, что и возрождение его именно надо начинать там. Ибо создание союза офицеров СССР и есть начало отсчета. Станислав Николаевич, я знаю, что на Вашем съезде была избрана делегация на Конгресс народов СССР, который вчера проходил. Так вот, какие функции у этой делегации были? Какие задачи были перед ней поставлены? И были ли они решены? Да. Несколько десятков человек, военных, офицеров, были избраны, я подчеркиваю, избраны представительные от семи республик Советского Союза, от десятков регионов Российской Федерации на Конгресс. Я вчера доложил от имени делегации, было зачитано обращение, где мы четко заявили, что мы готовы вложить все свои силы для воссоздания державы Советского Союза. Вот это главная цель военной делегации. Мы предложили ряд организационных мер, технического порядка, идеологического, имея свою базу, свою концепцию, строительство будущего государства, будущей армии. И это было вчера доложено Конгрессу. Народ поддержал. Второе, мы понимаем, что без новых людей, новой волны политиков, военных, экономистов, юристов и тех людей, которые готовы высшие интересы государства ставить на первое место, а узкопартийные и личные отодвинуты на потом, это сейчас время пришло. Поэтому говорим, когда сейчас у власти стоят люди, перерожденцы, приспособленцы, более того, предатели, мы считаем, что никакое государство не может быть создано, тем более великое государство. Мы выразили на съезде недоверие министра обороны Грачева. Мы неоднократно заявляли, обращались в Верховный Совет, что на посту министра обороны должен кристально чистый человек стоять, а не тот, который уезжает из Соединенные Штаты, получает инструкции, заявляет, что там какие-то миротворческие силы готов создавать. У кого он спросил это? Мы выразили недоверие этому человеку и сказали, что есть люди, такие как генерал Очалов, патриот, депутат Верховного Совета. Он сможет быть министром обороны, мы ему доверяем. Второе. Мы выразили недоверие президенту Гельцину, вообще институту президенту. Нашей стране не нужны президенты на всей территории Советского Союза. Этому человеку особое недоверие. Два с половиной года был президентом, не думал о войсках. Вдруг приспичило. Поехал. Каманская дивизия, Кантемировская, воздушно-десантные части. Сейчас был недавно в Амсдоне. Для чего это делается? Я знаю для чего. Мы получили сведения сегодня, что президент готовит очередной свой выкрутасы. Обращаемся. Хватит валять дурака. С военными людьми так не поступают. Мы по статье 14 закона об обороне вооруженной силы подчиняемся Верховному Совету. Мы обеспечим защиту народа, но предупреждаем, если будут антиконституционные действия введены сегодня, завтра, послезавтра, мы готовы ответить. Будьте уверены, народ нас поддержит. Спасибо, Станислав Николаевич. Можете ли вы что-то добавить, Анатолий Кнатьевич? Нина Владимировна, позвольте мне сделать обращение к народным депутатам Советского Союза. Пожалуйста. Граждане Отечества, случилась огромная небывалая беда. На наших глазах наблюдается возврат почти что к средневойковому укладу жизни. Ширится антинародная жестокая межнациональная война обманутых народов, кровью и страданием которых национал-патриоты, предатели, пытаются поделить нашу неделимую страну, которая с таким трудом создавалась веками. По ее просторам перемещаются сотни тысяч поверженных отчаяния и изгнанников, лишенных даже надежды на обретение крова над головой. Неужели окончательно окаменели наши сердца и души? Что с нами случилось, братья? Почему мы так легко соглашаемся убивать друг друга? Глумимся над нашей историей, идеалами, святынями, памятью, совестью и честью. Я сын крестьянина, с детства в годы войны до края хлебнувшей горе и нищеты до сего дня помню вкус гнилой мороженой картошки без соли. Извините, у вас полутый микрофон. Анатолий Игнатьевич, можете сами прикрепить? Нет, 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 Станислав Николаевич, помогите. Ну, вот так. Вы держите в руке, да, я потому что не могу встать, я тоже прикована. В 10 лет, когда меня жестоко избил эсэсовец и на моих глазах луч глумился над моей матерью, я подплялся отомстить фашистским насильникам и научиться умело защищать свою родину. 37 лет я берег свое отечество, летая над просторами от Калининграда до Курил, от Новой Земли до Туркмении, охраняя нефть в Тюмени, металл Урала, уголь Донбасса и Кузбасса, хлеб Кубани и Поволжья, хлопок Узбекистана и Туркмении, заводы Подмосковья и Белоруссии, рыбное богатство Дальнего Востока, курорты Крыма и Кавказа и считал все это своим и это все была моя родина. Почему в один миг все это стало не моим, враждебным и чужим? Как могли те трое собравшись в Беловежской пущи так легко совершить преступление века, разделить, разорвать по живому наше Отечество? А вы, народные избранники, с этим согласились? Почему мы бросили нас и трусливо разбежались? Почему вы отдали власть хапугам, стяжателям и клятвоотступникам, которые подожгли наш общий дом, нашу родину с четырех углов и тушить ее приходится уже не водой, а слезами и кровью? Кто вам дал право? Анатолий Игнатьевич, у нас, к сожалению, нет времени, к сожалению, мы вынуждены на этом прервать вас и закончить нашу передачу. Наше время подошло к концу. Я еще только закончу словами своего великого соотечества. Субтитры создавал DimaTorzok